В стране началось первое в истории трехдневное голосование. На избирательное законодательство повлияла пандемия COVID-19. Чтобы избежать массового скопления людей и при этом соблюсти право каждого отдать свой голос, выборы будут проходить с 8 утра до 8 вечера, с 17 по 19 сентября включительно. К выборам все готово. Вот поменяли маленькую урну на большую в связи с тем, что приходит много людей. Готовимся работать три дня. Общественные наблюдатели следят за ходом голосования с 8 утра. На участке 501 во Владивостоке выборы проходят спокойно. Раз в несколько минут заходят один-два избирателя. Наблюдатели следят за тем, чтобы все проходило в рамках закона, помогают избирателям, если у тех возникают вопросы. Правильно поступать в случае, например, если есть какая-то опечатка в документе, если есть какие-то еще спорные вопросы. То есть мы имеем право дать совет. Это таблица заявки избирателей. Мы отмечаем, получается, сколько избирателей проголосовало, чтобы потом сверить с данными, которые тоже ведут другие члены комиссии. Референдум по поправкам в Конституции стал своего рода репетицией перед большими выборами 2021 года. Тогда тоже голосовали три дня, но только «за» или «против». Сегодня мы выбираем из множества кандидатов. Приморцам предстоит определить краевой парламент и выбрать депутатов Государственной Думы. А я всегда хожу на выборы, потому что я знаю, что нужно правильно поступать. Что ты думаешь, что переживаешь, то и производи. К этим выборам многое изменилось. Кроме общественных наблюдателей, за выборами следят из единого наблюдательного центра. Сюда в режиме онлайн приходит видео со всех участков Приморского края. Центр работает круглосуточно. Картинка показывает, что наблюдатели находились на участке без масок. Нарушили масочный режим. Ну вот мы связались, сейчас все это исправляется. Камеры показывают, как хранятся бюллетени, пока участки закрыты. Пакеты с голосами на ночь опечатают. Круглосуточное видеонаблюдение дает дополнительную защиту. Я хотела бы сделать свой выбор. То есть я определилась и хочу отдать свой голос. Политологи предрекали, что интерес к выборам 2021 будет выше, чем пять лет назад. Во Владивостоке в школе номер 9 на избирательном участке собралась очередь. С утра и до обеда люди стояли в среднем по 30 минут. Чтобы отдать свой голос, готовы отстоять очереди. Настало просто время проявить свой гражданский долг, наконец-то. И беспокоить за будущее своей страны. Избирательные участки работают с 8 до 20 часов. Последний день голосования – 19 сентября. Краевой избирком обещает подсчитать голоса оперативно и уже в понедельник, 20 сентября, объявить победителей. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.